Здравствуй, меня зовут Оксана и ты зашел на канал Оксана АСМР. Я приветствую тебя на своем канале. Советую просматривать и прослушивать это видео в наушниках, потому что это АСМР канал и говорю только шепотом нарежу моего. С большой радостью и любовью хочу поприветствовать всех своих дорогих, уважаемых подписчиков. Здравствуйте, мои сладкие. Добрый вечер вам, мои дорогие. И сегодня на столике у меня три вот таких прекрасных макова. Такие они звонкие, сухие. Я обожаю мыло вам. Сегодня я его постараюсь вам красиво порезать и пошепчу о своей собачке в комментариях под фотками, которые я выкладывала по просьбе некоторых подписчиков. Мне писали, что снимите видео по чуть-чуть расскажите про свою собачку. Как его зовут, сколько лет, мальчик или девочка, ну и тому подобное. В общем, мои хорошенькие, я сейчас потихоньку буду резать мыло вот это там и пошепчу о своей собачке. Вы на фотографиях уже видели, наверное, его. Это мальчик. Породы. Йоркширский дерьер. Весит он 3 килограмма. Сейчас ему 8 лет. Он уже взрослый мальчик. Мордочка у него детская. Такие Йорики называются кукольные мордочки. Йорики с кукольными мордочками. Они, что в детстве, понимаете, похожи на маленьких деток. Ну, в смысле щенков. И до старости остаются вот такими же. На мордочке их остаются вот такими же смешными кукольными. Вот они очень ценятся, какие собачки. Купили мы его давно. 8 лет назад. Говорят, что по-человечески, мысли по-человечему считать, что нужно умножать на 5 возраст собаки. Получается, ему 40 лет. Забыла сказать вам, что зовут его. Брида. Брида. Бритик. Бритуша. Бриточка. Как бы только его не называем. Но это по-русски. А в родословной у него по-английски. Я не могу выговорить три слова. Его имя состоит из трех слов. Но на русский язык это переводится как Британский благородно рожденный принц. Так что не зря там в комментариях кто-то написал царь. Я так смеялась, господи. На самом деле его зовут принца. Ну а сейчас он уже старенький. Ну и не старенький, а взросленький. И поэтому можно его царем-то назвать. И знаете, вот по своей сути он такой. На самом деле на нету. Как вам сказать. В общем, я обожаю своего, как говорится, домашнего питомца. Когда его покупала моя Доди. Только выбирала его в интернете. Ну в смысле там по фоткам же можно выбрать. Чинка оттуда-сюда. И она когда увидела фотографию нашего Британа. Она сказала. Мама, вот его покупаем. Вот это наша собака. И там была фотография такого милого щенка. Под которой было написано. Ласковый и добрый парень. Ждет своего хозяина. Боже. Ну короче говоря. Вот как было написано. Ласковый и добрый парень. Вот таким вот он и остался через 8 лет. Ласковым и добрым парнем. Это что-то я не знаю. Может быть кто-то не любит. Не понимает то, что... Я знаю, что многие не любят в квартирах. Типа задержать на животных. Считают, что собаки должны жить на улице. Ну собаки собакам жирознь. Да. Йоркширский дерьер. Это вообще-то по сути. Если вот историю почитать. Я читал. Этот дерьер. Это охотничья собака. И вывели ее в Англии давным-давно. Но тогда они не были такими крошечными. Понимаете? Они были вот 4,5-5 килограмм. И говорят, что вывели их для того... В общем, это собака-крысолов называют. Чтобы в жахтах, когда рабочие где-то бывали раньше, вручную хуколь толпили вот эти жахты. И жили там они вместе с вот этими собачками-йориками. Тогда они не были такими элитными, как сейчас, да? Но и они были крупнее. И они ловили крыс. Крыс было очень много. Понимаете? Эта собачка на самом деле охотник. И по-своему притону я вот даже вижу на даче, когда мы, допустим, где-то на природе, он пытается что-то копать и рыть. Ямки какие-то. Особенно если кто-то в горах, в степи, там вот животные, сурки, там может быть какие-то кроты. И дырочки вставляют в земле. Вот он нюхает, 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 нюхает. Ой, короче, что-то хочется выкопать. Но вот ранешние, ранешние Йорики, да? Йорширские дерьеры. Йоркшир. Это такое место в Англии. Они были крупные, 4-5 килограмм. И они были настоящие охотники, вот. Да, это потом уже, как говорится, подвести эволюцию до человека. Как бы, все старались генетически как-то, наверное, уменьшить, уменьшить. Ну да, уменьшались. То сейчас даже есть, когда мы покупали, нас считался амельником. А сейчас я таких видела амельников 1,5 килограмма больше не растут. Ну, вообще, карманная собачка. Ну, я обожаю своего. Меня вполне устраивает его размер. И вообще, все. Что еще хотела сказать про него. Он очень смешной. Он совсем не злой. Он не реагирует, вот, если гуляешь, допустим, ни на собак, ни на кошек. Нет у него такого. Он гордо идет. Он же царь. Гордо идет и не обращает внимания, кто там на него лает там. Чавкает. На кошек вообще ноль эмоций. Ну, короче, такой он у нас, да. Он такой добрый, боже. Такой ласковый. Я никогда, вот, до того, как появился в нашей семье Брида, я не думала, что никогда, что животное, вот, собачка, да, маленькое, тем более такое существо, может быть таким умненьким. Очень, очень. Я иногда его инопланетянином называю, понимаете? Таким интеллигентным, понимаете? И очень, очень ласковым. Какой он ласковый? Ну, это уму непостижимо, я не знаю. Может быть, нам такой попался, я не знаю. У нас у многих знакомых есть йорки. У них, конечно, характеры разные бывают. У нас даже в соседнем доме два живут. В общем, сейчас их много сдала. Ну, на, вот наш Брида. Я один. Какой он вообще у меня умничка. Тихуша такая. Ну, вы слышали, какая он тихуша, да? А какой он ласковый. Боже, и целоваться, и гладить его надо. И там, ну, спит он с нами, когда ему жарко ночью становится. Он уходит на свою. У него две кроватки, ну, две лежаночки. В разных комнатках. Ну, что ты, это же царь. Кушает он у нас только собачий корм. Раньше мы его кормили, ну, как бы могли ему. Раньше он питался только мясом. Но когда вот мы его купили, корочка мяса и рыбка красная, да? Рыбу, кстати, он хорошо кушал. Вот красная семка, да? Курочка именно жена в результате. Потом мы же его, как бы, у нас есть свой царь. Все тоже возим же на прививки, как волошина. Каждый год крестогонимся. В общем, нам запретили его кормить человеческой едой. Особенно потому, что якобы он ест один белок. И это может повлиять на почки. Вот так. Ну, и мы стали кормить его собачьей едой. Фирма Роял Камин мы покупаем. Причем врач сказал, что кормить его нужно не своим кормом. Вы бы видели, какие у него зубы, господи. У него вверху передних пять зубиков, а внизу четыре. Вот не дорос один зуб, там они вот такие. Короче, с миллиметр. Ну, крысть он может, знаете, но у него до сих пор вот эти передние зубки, они как молочные качаются. Короче, кормим его только баштитиками. Мягкая пища, короче говоря. И врач сказал, что это правильно. И хорошо, короче говоря. Конечно, чтобы собаку перевезти, как говорится, с мяса чистого на, как говорится, собачий корм, какой бы он ни был, премиум класса, это очень было сложно. Очень. А сейчас он уже привык, уже несколько лет он ест баштеты. И не один, а тот же два или три вида. Один он из Туринарии, Роял Канин. Это для почечек специально. Для мочевыводящей системы. Теперь, сейчас мы ему стали давать. Он уже взрослый типа восемь с плюсом. Там какой-то есть корм типа для взрослых собачек. Ну, что ты. И еще есть какой-то корм тоже в маленьких баночках. Вот я не помню он для чего. Это для взрослых собак, то для почечек. А это тоже, ну, типа какой-то очень витаминизированный, такое якобы вкусовую большую привлекательность имеет для собак. Ну, вы знаете, он его ест хуже всех. Вот честно говорю, от него, наверное, мы откажемся. Будем кормить только вот Туринарии. Это для почек восемь с плюсом. Вот этот корм для взрослых собачек, вы знаете. Я иногда, когда баночку открываю, да? Он так вкусно пахнет. Мне кажется, его можно на хлеб намазать и кушать. Ну, в общем, вот так. Вот такой у меня Брито. Бриточка, Бритоша. Брито, Бриточка, Бритоша. И так, мои хорошенькие, я не знаю, что я вам рассказала или нет, или если вам что-то интересно, спрашивайте. Вот, кто захочется везти Йорика, рекомендую. Ну, это подушечная собака. Я, например, зимой с ним не гуляю, и поздней осенью и весной, когда грязь. Мы с ним гуляем только со сны, когда уже тепло, и по осень, когда еще нет грязи. А так он у меня ходит, как кошка, в лоток, в туалет. Извиняюсь за подробности, и бисит, и гагает. Он на горшок. Где попало, он не гадит этого. Он очень умный. Вот горшочек у него есть, вот как у кошки. Но только мы кошачьи туда не сыпем, газетку стелим и все. Вон там это, ну извините за такие подробности. И выкидываем. Все. Нет от него никакой вони. Еще забыла вот сказать про этих собачек, да. У них же шерсть вырастает до пола. Вот я его стригу один раз в год, весной. 23 марта у нас праздник на УРС. Это как бы Новый год. Весна. Мода. Это у нас государственный праздник. Весна, обновление туда-сюда. И вот у нас традиция сложилась. Мы едем на дачу. Я беру ножницы. У британа своя машинка. Такая для бритья, знаете, как вот мужчин стригут. В общем, все причина в этом у них свои. И в это время у нас уже такая весна прекрасная. Тепло. На даче хорошо. Я выношу лавочку. Ставлю во дворе. Я стелю на нее коврик. Садимся мы с бритиком друг напротив друга. Он уже знает этот ритуал и совсем не сопротивляется ему. И вот один раз в год я делаю ему на головке стрижку. Это вот там фотка есть у меня, где он такой с язычком. Вот это как раз после стрижки. На головке такая типа причесочка. Коре у него. Ушки выстыкаю. За ними конечно нужен уход. Я хочу сказать там. А остальное все прям спребаю машинкой. Но не на лысо. Там два-три миллиметра оставляю. И это один раз в год. А потом вот к этому времени сейчас. Он у меня вот вторую фотку, которую я выложила, вот так обрастает. К новому году у него волосы будут тобой по полу. Иногда приходится немножко обстригать. Короче говоря, вот такой красавчик. Всем рекомендуйте, кто хочет маленькую и уменькую собачку, которая мало кушает, мало писает и мало каклит. И совсем не воняет, не пахнет он. У них вот эта шерсть, у Ёрков считается волосом. У него структура шерсти как человеческий волос. И совершенно нет подшерстка. И эти собачки, они совершенно не линяют. Нету нигде шерсти по дому. Они линяют только когда ты его расчесываешь. На расческе вот остаются волосики, да. А так они не линяют. И не пахнут. И они типа аллергенные. В общем, я вам много уже рассказала, да. Кто хочет завести себе Ёрка, например, Лену. Но не хочет завести, а кому еще что-то интересное. Собачки именно такой. Но я вот о Ёрках могу много рассказать. Я и стричь его сама научилась. И ноготочки, стричь и волосики, стричь и ушки. Ну короче, за ними нужен уход. А также, я думаю, как и за любым другим животным. Нужен уход. И любовь и добро им нужно. Так же, как и людям. И так, мои хорошие, я вам уже такое сердечко нарисовала. Рассказала вам такую сказочку на ночь про свою собачку, да? Это же тоже немаловажно. Вы пишите, что интересно вам что-то узнавать новенькое обо мне, может быть. Вот, пожалуйста, сегодня вы узнали о Британе. О моем бисе. Я его называю бёс-барбос. Полосатый груз. Обалдею над ним. И вот он, пока я снимаю видео лежит рядом на диване. Если никто не засвонит и не загремит, вот он тихо лежит, не шевелится. Он понимает. Я ему сказала так, всё спать, всё тихо. И он лежит, не шевелится. Но мы никогда на него, вот за 8 лет, не повышали голос. Ни разу голос не повышаем. Не то, чтобы бить. У нас, например, есть один знакомый, у них тоже йорк, но крупный такой, с килограмма 4. У них стандарт. Я видела таких йорков, они очень красивые, очень красивые. То есть. И вот он у них кастрированный, правда, да. Вот. И, но это не в этом дело. Вот, когда их кастрируют, говорят, что они могут полнеть, это любые животные, кошки, собаки. И вот у этого их йорка, понимаете, в связи с этим, после кастрации, бешеный аппетит проснулся. В общем, если жена что-то готовит на кухне, не успевает на пол что-то упасть, он на лету это ловит. А муж говорит, я ему пинка как дам, говорит, под задницу, ну это вообще ужас. Я когда это услышала, я говорю, вы что, бьете собаку свою? Я говорю, это же, да, бля, там, бьем, там, он это. Я говорю, нет, у нас такого нет. Он, типа, все равно потом приходит, и там, к бабе, то я говорю, нет, в душе он все это запоминает. И поэтому он вам пакостит, он у них может накакать, где попало в доме, вот так. А я про себя думаю, вот вам правильно и делается то, что вы его обижаете. Нельзя обижать животных, вот так. Не знаю, может быть, у меня что-то это ненормальное. Я обожаю свою собаку, обожаю. Очень люблю. Итак, мои сладенькие, давайте подоживать вам сегодня спокойной ночи. Смотрите, какое сердечко великолепное, цветное, да? Желаю вам, мои хорошие спокойной ночи сегодня. Желаю вам всего самого-самого доброго. Желаю вам здоровья, любви. Здоровья всем вашим близким и родным. Желаю добра и мира в ваш дом. Счастья вам желаю. Пусть завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. И пусть все-все у вас будет хорошо, мои сладкие. И пока-пока, мои дорогие. Спокойной ночи. Пока-пока, люблю вас. Пока-пока, мои сладенькие. Пока-пока. Моя благословия. Все-все. С明ай.